так здрасте дорогие мои здрасте здрасте сегодня у нас 3 февраля но время уже почти полпятого скоро уже темно станет знаете есть такая фраза нагреть и есть две вещи на которых можно смотреть вечно это на воду и на огонь дорогие мои есть еще что-то не то что вечно оторваться невозможно вот это чудо называется внук очень многие люди которые стали дедушкой а вот и яша пришел вот он вот и яша пришел честь моего внука эти как как красиво пусть ролик будет я думал такой короткий ролик с блин но время полпятого он пришел в это время ночью я шулях я сейчас у тебя кого-то поймать или нет а пикировка лов зацепил кого-то кого-то зацепила несешь до хрит вы несете как вырвался голубь я же показываю черный черный чубат это черного чубатова или может это та же самая операционная или может та же сама как удачно дедушка вышел вонок знает когда надо заснуть внучок знает когда надо заснуть ночью касаемо все капец не вкусный хороший голубей поймал значит чубатенького ну сейчас он уйдет потом я посмотрю кого именно поймал может это та же самая чубатенький голубочка на него га черного чубатова губы самочки голубочки не самочки а голубочки ночи яш 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 возвращайся давай косовец давай гроза небес горит у тебя там кто-то так как-то написал 1238 километров в час скорость она давай развивает этот скорость но на самом деле помните писали мне сейчас показывал хочу за ним вот нет но камера вот нет скорость бешеный это не из-за того что эти тут спокойно не из-за того что я не умею снимать просто скорость настолько бешеный что камеру успеть покусила ночью задохнулся яшу но давай попытаюсь счастье давай 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 двоих попадетел опять опять кто ты такой по моему опять же чув g8 повоев опять же чув ботинка на выше есть город он высше видите намного выше его Он за ним не пойдет Он пойдет заслабан А это вы понимаете По барабану Яша в небе он еще и бьет Яша в небе Он ушел Яшуля ушел Бедолага Ушел ни с чем Вот смотрите Когда зимой гоняешь Хищник И за хищника голубь не бьет Дорогие мои Очень часто я слышу Когда мне говорят Заведи себя хороших голубей Не в обиду Заведите себя на хороших голубей Настоящих голубей И вы тогда поймете Что такое покрытие Что такое хищник Что такое бой Что такой сильный голубь Который вот видите Я на паузу не поставил Показываю все де факто Это вот для таких Полоумных Которые говорят Твои голуби Весь огонь и летают Вон она Яшу ушел Вот смотрите С покрытия голубей Показываю тебя Вот они Видите Вот Чтобы вы поняли Ну на самом деле Сначала Ну она понимаете Как пустая бочка Всегда громко звенит Люди которые Никогда ничего не видел Вот показываю Только что Атака хищника И как танцуют Бойные армянские голуби Вот с чего Надо стремиться Я понимаю Что можно стремиться Стремиться И никогда в жизни Не добиться Этих результатов Но я показываю Я все это Показываю Не только Рассказываю А показываю Не говорю Что в резке 27 часов Летают Сутки А показываю Что летает Бьет Уходит Не пропадает Понимаете Вот смотрите Как тянет Херачит Только что Вот хищник был Только что Блин Сапсан был Вот показываю Это вот для тех Которые Говорят Если зимой Гоняешь Голубей В бойных Голубей То в бойных Голубей Перестают Бить Вот вы можете Вот эти кадры Поставить Сказать Ты правильно Говоришь А вот если Ты не прав Согласен Я тебя шалобан Буду ставить И вот с каждым Боем Ставите ему Шалобанчик Вот видишь Что только что Была атака Хищники Как голубь Танцует И опять ушли И опять ушли И опять ушли Дорогие мои Опять ушли Надо держать Бойных Голубей Опять дикар Пошел Видите Все Ну сейчас Может самка Прийти Может Птенцы От самсана Прийти Или этот Ну Те двои Здесь же четыре Я сейчас показывал Вот два Вижу Двух Опять не вижу Опять не вижу Тут что-то шарахивается Чего-то боятся Чего-то боятся Ладно Поставим сейчас На паузу Чтобы Ролик сканировался И посмотрим Кого он зацепил Да Так Да вот они Это кто Чиль Это Чиль Чиль Наргой Так Сейчас Снимем И посмотрим И посмотрим Кого же он Зацепил Ну Оба раза Я увидел Было чубаты Черная чубата Либо дикар Чубаты Этого Навряд ли он Смог догнать Это голубь Здесь голубочка Должна быть А темного Чубатного Нету И там голубочка Катур С собираться Тоже Пока Не вижу Но зацеп Был Оба и зацеп Был Был Раза А вот Да Два раза Был зацеп Переполетели Но нету Не вижу Пока Здесь нету Но этого Не догонит Это черного голубя Сыночек И второе Так что подождем Так что подождем Ну Время Уже Вечер Утром Чистишь Вечером Грязно Да Да Вот она Одна Черненькая Это Одна Черненькая Чурбата Ну Сейчас я Корму Возьму Дорогие Чурбата Такой будет И день И выходной Ребята Работают Ну Вот Сегодня Как раз Суббота Рабочий день Как раз Младшего сына День рождения Отмечали День рождения Отмечали Ну Естественно Самый Самый Дорогой Самый Любимый Мне Человечек То есть Мой Внук У дедушки Он сейчас Просто Спит Поэтому Дедушка Не до Роликов Было Не до Чего Было Ну А сейчас Заснулась Дедушка Решил Вытеснимать Голубей Ну Голубей Я ему Показал Он погнал Вместе Со мной Там Мы Смотрели Но Ничего Не снимали Дорогие Мои Но Ничего Не снимали Эти Вот Они Один Декорит Начал Да И Вот Сегодня Я Комментарии Наверное Читать Не буду Ролик Короткий Это Да Там Некоторые Из Ребят Там Написали В принципе Если Я Завтра Почитаю Ребята Я Отвечу На Их Ролики Комментарии Не Обидится Наверное То есть Я Почитаю Отвечу На Ваши Комментарии Ну Исходя Из Этого Ролика То Что Я Показываю Значит Первый Наши Горе Голубятники Обычно Что Говорят Голубей С утра Не надо Гонять Потому Что С утра Пораньше Хищник Голодный И он Обязательно Заберет Хорошие Голубей Поэтому До обеда Гонять Не надо Ну Как вы Поняли Хищнику По барабану Когда гоняться Понимаете Если Он с утра Поймает Покушает С утра Покушает Если Он с утра Не поймает В обед Поймает Если В обед Не поймает Вечером Поймает Я Даже Показывал В темноте Даже Было А так Есть Еще Даже Один ролик По моему Украине Было По Николаевской Птице Когда Голубь Вечером Ну Там Во время Соревнований Голубочка По моему Садится Краснощая Голубочка Садится В общем Я так Эти терятники Он ничего Не мог Там Все Думали Что Он Поймал А ни Хрена Не Поймал Голубка Спокойно Сидела На проводах Спокойно Ушла То есть Тут Из этого Выходит Что Слова И действия Да Ну конечно Голубей По утрам Не надо Гонять Потому что Хищник Голодный Он Обязательно Поймает В деле Хищник По барабану Когда ты Будешь Гонять Он Голодный Если Он Сможет Поймать Он Поймает И не важно Он поймает Утром В обед Или Вечером То есть Ну как Вам сказать Да Приблизительно Так Вот Есть Петя Мастер Спорта По боксу В общем Вот Как Вы думаете Вы Его С утра Побьете В обед Или Вечером Да Никогда Вы Его Не Побьете Потому что Он Сильнее Вас А Есть Допустим Сергей Третий Разрядник А В Перворазрядник Ну Вы Его С утра Побьете В обед Или Вечером Да И Утром И В обед И Вечером Почему Потому что Ты Сильнее То есть Суть Заключается В том Что Хищник Берет Не По Времени А Хищник Берет По Качеству То Есть Бьют Не По Паспорту А По Морде Дорогие Мои Бьют Не По Паспорту А Бьют По Морде То Есть Хищник Забирает Слабых Я Я Показал Жен Это Да Там В ролике Увидели Две Атаки Именно На Черных Чубатых Это Да Там Они Обе Головки Черный Чубатый Голов Бьют Бьют Забой Второй Я Показал Тоже Молодой Торговый Тоже Не 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 В Состоянии Либо Вот С Этого Гнежда Вот На Птенца Голубочка Либо Вот Та Голубочка Которая Операция Могла И Того И Другого Зацепить Но Не Забрала Это Говорит О Чем О Качестве Как Бы Не Хотели Хай Или Что То Или Как Дорогие Мои Но Факты Это Вещ Упрямые Нельзя Парта Провернуть Я Всю Это Дефакто Вам Покажу Чему Верить Фактом Или Голословим То Что Некоторые Глаголи Это Дело Ваше Если С головой У вас Все В Порядке То Верить Надо Глазам Но Я Если С головой Не Все Порядки Дорогие Мои Как Говорится Да Говорит Если Первый Раз Вас Если Второй Раз Обманул Значит Виноват Уже Ты Ну А Если Это Уже Третий Четвертый Раз Обманывай Да Ты Просто С головой Не Дружишь То Есть Ты Просто С головой Не Дружишь Не То Что У меня Виноват Да Там То Исходя Из Этого Сделайте Вон Пошел Дикарь Вот Пошел Троих Вижу Трое Мест То есть Вот этим роликом Дорогие Мои Сразу Несколько Фактов Выясняется Первый Первый Факт Что Не Всегда Хищник Берет Голубей Которые Выше Обычно Стихия Сапсана Это Высота Да Он Любит Высоты Но Он Будет Атаковать Не с высоты На сильного Голубя А будет Атаковать Снизу На слабого Голубя То есть Высота И слабость Он Предпочитает Слабых То есть Высоты Атаковать На сильных Голубей Или снизу Атаковать На слабых Он будет Атаковать На слабых На сильных Он не будет Хотя Преимущество У него Это Высота Второе То, что говорят, что хищник атакует до обеда или этот агрессивный Ни хрена подобное Хищник атакует опять на слабых Понимаете? Вот смотрите Высота, преимущество его Он оставляет высоту, оставляет свое преимущество Он атакует внизу на слабого Второе С утра он не атакует на сильных Атакует под вечер на слабого Опять на слабых, да? То есть, как вы думаете, на кого хищник атакует? И третий я показываю, да, там Обе голубки Однопорваны Если уж со швами 21 или 22 швана они стоят А вторая, да, на птенцах Это сильные голубки или слабые? Они слабые Я не говорю Вот у нас многие путают Хороший голубь и слабый голубь Хороший голубь и сильный голубь Понимаете? Вот эти вещи там путают Понимаете? Хороший голубь, он может быть сильным А может быть и слабым То есть, хороший голубь на птенцах и на яйцах Хорошая голубка на птенцах и на яйцах Она слабая Хорошая голубка с яйцом в животе, она слабая, она неплохая, она хорошая, но она слабая, понимаете? И хищник будет атаковать не на хороших, не на плохих, а на слабых. Вот вам необходимо делать аксиуму. Вот на кого атакует хищник? На больных и на слабых. Птенцы с под хороших голубей, с под замечательных голубей, они сильные или слабые? Конечно же слабые, это же детки, это малышня. Они еще толком не оперились, кости еще толком не окрепли. Они же слабые. На кого будет атаковать хищник? На сильного или на слабого? На слабого, дорогие мои. И вот решите для себя, да, там, в конце-то концовно. Уж столько лет показываем все это. Показываем и объясняем. Не рассказываем, а объясняем. Вот многие рассказывают, а я объясняю. Вот показываю процесс и объясняю. Показываю, как оперирую голубку там или голубя, да, и объясняю, как это делается. А не рассказываю, понимаете, это две совершенно разные вещи. То есть показываем и объясняю, а там ничего не показывают, только рассказывают. И кого надо верить? Верить надо своим глазам, дорогие мои. Хорошо, ну, сейчас посмотрим. Посмотрим, кого все-таки число вам. Я, наверное, на паузу поставлю. Наверное, на паузу поставлю. Подожду. Ну, и так вот. Такие кадры, мир у них четко там. Хотя сейчас при посадке эти будут дубашить. Кто есть еще выше, не знаю. Ну, может, подожду все-таки, ладно. Может, еще чуть-чуть. Ну, они высоко, дорогие мои. Еще, не знаю. Может, в темноте сядут. Может, через пять минут сядут. Мне вот понравилось. Миша ответил, да, ему задают. За сколько минут твои голуби покрываются? По настроению, говорит. Могут и за две минуты покрыться. Могут и через пятнадцать минут покрыться. А могут вообще не покрыться. В этот день просто вверх не пойти, да. Теперь то же самое. Вот эти сейчас. Они пока наверху. Могут и через пять минут упасть. Могут и через час упасть. А могут прямо в темноте-темноте. И через два часа спрятаться под прожеком. Не знаю. Это они сами решают. Ладно, подождем. Так, дорогие мои. Ну, вышел. Не знаю, голуби сели, не сели. А нет, не сели я. Ну, уже видите, что темнеет. Вот они. Вот двух вижу. По-моему, трое или что-то. Второе, по-моему, были. Ну, пока высоко. Пока высоко. Такое. Теперь, смотрите, дорогие мои. Все, что я показал сегодня. Сапсан поймал голубку. Но не мог унести. Голубка вырвалась. Почему это так? Потому что я еще 150 раз объяснял. Когда вы заходите в голубятню, подходите к гнезду. Подходите к гнезду. Здесь сидит голубочка или голубь на яйцах. Есть голубки, которые соскакивают. А есть голубки, есть голуби, которые кусаются. Что ж, вот именно те, которые кусаются, у них инстинкт самосохранения очень жестко развит. Эти голубей еще и в руках не удержишь. И в руках не удержишь. Эдгард, это от этого, по-моему, песночек. От сизого голубя, от сизой голубочки. Вот сейчас вот висел. У них настолько мощность идти в самосохранении, что они дерутся. Вот как раз вот этих голубей и голубых, когда берешь в руки, они вырываются. Вот у кого есть мои голуби, все подтвердят одно то же самое. Что этих голубей в руках удержать невозможно, вырываются. Тем самым, когда хищник их ловит, они вырываются. И я 150 раз говорил, когда даже он ловил, я говорю, ну поймать ты поймал. А унесешь ли ты? Нет, конечно, голуби вырываются. Значит, это вот первое. Второе. То, что хищник обязательно атакует на слабых. Это голубки на яйцах, голуби на птенцах. Голубки, голуби на птенцах, на яйцах, с яйцом голубочки. Это птенцы, и это, в первую очередь, больные голуби. На здоровых, сильных голубей хищник никогда не будет атаковать. Атака будет либо насмерть. То есть при атаке может хищник сдохнуть, погибнуть. Может голубь. Никто не знает, чем закончится все вот это. То есть то, что хищник берет, берет только слабых, я тысячи раз это показывал. Не рассказывал, не рассказывал, а показывал. Понимаете, люди вам рассказывают. Всякие сказки. И сказкам, конечно, хочется видеть. Я показываю все это и объясняю. Так, вот она голубочка. Черной чубатой голубочки. Это одна сестра. Вот ее не порвал. Видите, вот она. На правой ноге у нее зеленое кольцо. Значит, две атаки были именно на ту операционную голубочку, которая там сидит. Ну, я показывал вот эти, не показывал. И вот смотрю, моя операционная летит. Швы еще не снял, но она летит. Но она такого дикариного цвета тоже чубатная. Это вот папа их не. Это вот их не папа. Ну, почему-то до сих пор она еще не в голубятии. Главное, чтобы швы повторно не раскрыла. Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. И еще люди, которые не гоняют голубей. Которые не гоняют голубей. И обоснуют это почему. Они говорят, у нас очень сильно бьющие голуби. С обалденной игрой. Очень хорошей игрой. И когда мы зимой голубей гоняем, Эти голуби бросают бить. Бой бросают. Поэтому мы зимой не гоняем. Потому что голуби бросают бой. Ну, правда ли они говорят? Дорогие мои. Ну, если вы сейчас своих глазах не верите, А верите тем, которые не гоняют, А просто басни рассказывают. Ну, по-моему, у вас с головой не в порядке. Ну, как вы поняли, именно в момент атаки даже. Голуби стояли, тянули, били. Показывали себя. И хищник даже на них не пошел. Так бросают ли голуби После зимнего гона бой? Нет, конечно. А почему люди так говорят, Что если зимой гоняешь, То они бросают бой? Дорогие мои. Человек, который чего-то хочет делать, Он найдет тысячи способов этого делать. Человек, который не хочет делать, Он найдет тысячи причин, Чтобы этого не делать. Вот она, голубочка. Вот она. Ну, че, малышка. Где тебя? А, вот она. Вот она. Вот это голубочка. Вот она. Че? Что с тобой произошло? Ты как? Бодрый? Ну да, видите, пиро торчит сверху. Все-таки. Два раза зацеплен. Это голубочка, дорогие мои, видите? Она с операцией. И вот, смотрите, Две атаки, И именно две атаки, Именно на нее. На порванную голубочку. Она неплохая. Она замечательная. Это очень сильная голубочка. Очень хорошая голубочка. Но слабая. Почему слабая? У нее на животе 21 или 22 шва еще стоят, Дорогие мои. На послеоперацию. Так, кого берет хищник на самом деле? Миру мер, голубям неба, Драве, дравомыслящим. Всем удачи. Упалясь. Так, дорогие мои, Ну попробуй я. Да и хрену держишь в руках. Попробую я показать. Да что ж ты, Успокойся. Попробуй, Попробуй показать. Вот смотрите, Зацеп была. Ну у нее тут вот это еще, Рана не выжила. Вот на этом месте же, Где-то, Чтобы не видно. Да, вот. Не знаю, видно, не видно. Видите? Царапала опять же, На этом месте же. Вот она. Два, две атаки Из всей стая Сапсан выбрал Операционную голубочку. Понимаете? Из всей стая, Из всех голубей Он две атаки сделал Именно на нее. Кого ловит хищник? Знаете, Он еще падает. Еще летает. Может и дождусь. Ну они уже темно. Сейчас будут спускаться. Я хочу, Чтобы еще и бой показали. Вот они встали. Видите? Вот они оба встали. Вот. И бьют в любой высоте. И наверху, И внизу. Вот она сейчас. Высота их. Так. Вот. Видите? То есть все, Что вам до сих пор В уши дули, Что хищник берет Самых лучших. Хищник берет Высоколетных. Хищник берет Долголетных. После хищника голуби Перестают бить. Вас просто Обманули. Либо эти люди Никогда не знают, Что такое на самом деле Голуби. Что так уверенно Рассказывают. Либо они вас обманывают, Дорогие мои. Или так, Или так. Потому что на словах, Как говорится, Да, язык без кастей. Можно хоть что угодно сказать. Но слова, Они должны иметь подтверждение. Вот здесь не только слова. Понимаете? Здесь подтверждение. Объясняю И показываю. Вот, видите, Тяню. Объясняю И показываю. А вам Рассказывают, 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 Рассказывают И никогда Ничего Не показывают. К чему вам верить? Да к чему хотите, Тому и верите. Здравия, Здрава, Мастящина. Так, дорогие мои, Наушил. Как раз, Походу, Посадочка зацепил. Внуки еще спит. Так что, Можно еще Поснимать. Вот для тех, Которые говорят, Что Когда зимой Голубей гоняешь, Они, говорит, Перестают бить. Дорогие мои, А весной у вас, Когда вы зимой Не гоняете, Ваши голуби Хоть так бьют, Ну, допустим, Вы не гоняйте, Потому что, А хоть весной, Летом, Они так бьют, Или летом тоже не бьют. Вон, смотрите, Как тянет, Как дупость. Понимаете? Ну как, Ответьте, пожалуйста. Зимой, Зимой, Летом, Что их мешают. Рассказывают, У нас Бойные голуби, А летают столько, А как бьют? Ну, Они летают столько, А при чем, Сколько они летают? А бьют, Как они? Ну, Они очень редко бьют, Очень мало, Но это Бойные голуби. Но зимой Нельзя гонять, Потому что Они бой бросают, Понимаете, Дорогие мои, Это вот причина Для того, Чтобы не гонять. Вот, видите, Шелчки. Летом хоть так Бьют ваши голуби, Дорогие мои фантазеры, Которые рассказываете, Что если зимой гоняешь, Ладно, Вы же зимой не гоняете. А летом, Когда гоняете, Они хоть так бьют, Как здесь зимой бьют. Видите? Видите? Зимой, Вечером, Ночь, Они по идее Не должны вообще бить. Сейчас они Не должны бить, Потому что ночь. Ну, смотрите, Что вытворяют. Тянут, тянут. Молодцы. Вот она, Реальность, Дорогие мои. Еще раз. Чему верить? Да это дело ваше. Это дело ваше. Это вот как есть некоторые, Да, приходит домой. Анекдот такой, Хороший. Приходит домой, Говорит, Внезапно двера открывает, А там мужик с женой Тискается. Я, говорит, Не понял, Это что такое? Да, милый, Говорит, Ты не думай, Говорит, Это мой двоюродный брат, Говорит, Сто лет не видели. Вот, говорит, Он в гости приехал. Что за брат? Говорит, Я столько лет с тобой живу, Я, говорит, Не знаю, Что у тебя. Да он, говорит, В Владивостоке жил, Говорит, Связи не было, Вот с Владивостока Приехал в гости. Да, Говорит, Ну, Раз, Говорит, Брат, Сейчас я схожу, Говорит, Магазин, Куплю кое-чего, Выпивку, Закуску посидим. Приходит домой, Жена уже полуголая, Мужик уже что-то не вовсю, Говорит, Что такое скука? Как, Говорит, Соскучились друг по другу, Да, Брат с сестрой. Ну, Можно и верить, Что это брат, Понимаете? Можно и верить. Ха-ха-ха-ха. А можно сходу Понимать, Что творится, Дорогие мои. Видите, Как прожили Бракованные Армянские Бойные голуби. Ночь, Зима, Голуби С боем. Понимаете? Ночь, Зима, И голуби С боем Садятся. Голуби Били даже Во время Атаки Сапсана Эти голубей Я сам Вначале Показывал. Вот К чему Нужно Стремиться. Ну, Или можно Написать У тебя Дикари Там Заведи Себя Хороших Голубей А самому Держать Хлам Галимый Почему? Потому что Никогда В жизни У него Голубей Не были И не будут Зависть Хреновая Штока Миру Мир Голубям Неба Всем Спокойной Ночи